Утро на Болткоме Ну и вот этот обратный отчет мы начинаем сегодня. Ну а между тем, если полистать календарь, 133 года назад, в 1887 году, была напечатана повесть «Этюд в багровых тонах». Это была первая книга о Шерлоке Холмсе, первое появление Шерлока Холмса в литературе. Также в этот день придумали игру «Баскетбол», это было в 1891 году, Джеймс Нейсмит. Первый вестерн вышел на киноэкраны, это был фильм «Большое ограбление поезда» в 1903 году. В этой вестерну тоже, получается, 117 лет. И вот любопытно, что ровно 30 лет назад проходчики, которые строили евротоннель с французской и британской стороны, встретились друг с другом под Ла-Маншем. Тогда был очень популярен анекдот, а что будет, если они не встретятся, тогда будет два тоннеля. Ну, собственно, встреча произошла, тоннель был открыт через какое-то время, и по нему ходят поезда. 75 лет сегодня исполняется Геннадию Хазанову, актеру, артисту разговорного жанра, юмористу, народному артисту РСФСР. Ну и также дни рождения празднует Гарик Сукачев, а моя Кокопян. И вот в этот день родился еще Дмитрий Марьянов. К сожалению, этот артист «Выше радуги», там много других фильмов, скончался в 2017 году. А также сегодня отмечается Всемирный день борьбы со СПИДом, но вот кроме СПИДа у нас сейчас другая напасть — коронавирус. И сегодня мы поговорим, ну вот о людях, может быть, пожилых, о тех, кто нуждается в особом уходе. И очень часто мы сталкиваемся с проблемой, когда необходимо пожилых людей или малоподвижных, или людей с ограниченными возможностями перевозить. Это могут быть и медицинские процедуры, это могут быть совершенно разные ситуации. Или визит к юристу, визит куда-то в медицинское учреждение, где нужно подтвердить там свою инвалидность, например, и так далее. И вот каким образом это сделать, многие сталкиваются с этим впервые, не знают, что делать в этой ситуации, а еще особенно если коронавирус. И вот сегодня мы поговорим и на эту, и на другую тему о том, как обстоят дела вот с такого рода проблемами, с представителями компаний санитаро-транспорта ДНСТ Милор. Юрий Ватченко и Виталий Пасечник с нами на прямой связи. Здравствуйте, доброе утро. Доброе утро, здравствуйте. Доброе утро, Олег. Доброе утро, здравствуйте. Переслушались, слышали. Видно и слышно. Ну, а, наверное, начнем вот с того, что действительно, какие сложности вот этой чрезвычайной ситуации, вот коронавирусная инфекция внесла вот в эти тоже непростые проблемы перевозки. Вот пожилой человек, которому очень тяжело, например, спуститься по лестнице, если нет лифта или даже иногда бывает несколько просто ступенек, а иногда даже он просто неподвижный, он прикован к кровати, и есть необходимость или его госпитализации, или, ну, вот какой-то перевозки. Вот как решаются эти проблемы, и, ну, и насколько вот коронавирус внес еще свои сложности в эту ситуацию? Сложности, в принципе, добавились какие? Это дистанция. Соответственно, в данном случае без дистанции никак. То есть нужно контактировать с человеком, как вы заметили, спустить человека, нужно по лестнице поднять, соответственно, приходится вплотную с ним работать. Поэтому мы на данный момент разработали, скажем так, свои водные линии, как мы работаем с такими людьми, как происходит дезинфекция машины, какие средства ИЛ-защиты мы применяем. Поэтому, в принципе, сейчас у нас все работники, как и все, в принципе, сейчас во всех отраслях, это маски, это перчатки, это дезинфекция постоянная. Поэтому щитки, да, то есть любые виды безопасности, да, соответственно, на сегодняшний день, ну, мы делаем максимально все, чтобы, учитывая, что, наверное, человек, который находится в дом, он менее контактная персона, да, то есть, соответственно, мы, то есть, это же ответственность не принести ничего плохого ему, да, не передать, как говорится. Поэтому, конечно, мы стараемся отнестись с полной ответственностью к этому заданию и выполнить все необходимые требования. Даже, может быть, иногда мы вот обсуждаем, мы чересчур стараемся, да, то есть, ну, по нашему мнению, это необходимые меры. Если мы смотрим в общем мире, что вот это все, все очень плохо, страшно, заразит. Но мы видим вообще, что мир, ну, меняется, и меняется еще, ну, если говорить о коронавирусе, все-таки продолжительность жизни увеличивается. И получается такая парадоксальная ситуация, ну, что если раньше люди, ну, вот, уходили достаточно, ну, по нашим меркам еще в таком достаточно хорошем возрасте, сейчас вот с этим увеличением срока жизни все-таки увеличилось время, когда человек более, ну, вот, беспомощен и нуждается в уходе. И вот если говорить о том, в каких ситуациях, вот, как часто вообще происходят такие ситуации, когда пожилой уже малоподвижный человек нуждается в том, чтобы его нужно было куда-то перевести. И как это вообще сделать? Куда обращаться и как это вообще происходит? Ну, ситуация такая довольно-таки частая, потому что даже если человек малоподвижен, он все равно социален, то есть он нуждается и в поездке к врачу, он нуждается в поездке из больницы, то есть если подошла госпитализация, скорая помощь человека госпитализировала в больницу, естественно, обратно домой добраться надо. Зачастую этот вопрос можно решать через социальную службу города, потому что в большинстве случаев у самоуправления заключены договора со специализированным транспортом, либо самоуправление предоставляет свой транспорт. Если же что-то вдруг не получается самоуправлением, имеются публично доступные все номера телефонов, это не только наши компании, это и другие компании, куда люди могут позвонить частным образом, организовать перевозку, машины приедут, спустят, доставят, и все это лучше. Получается, что вот если человек находится в больнице, ему нужно обратно добираться самому, и вот буквально до кровати, можно сказать, своего дома доставляются, то есть не до порога подъезда, на такси бы вы подъехали куда-то, то есть понятно, что таксист не будет поднимать там пожилого человека, нести его на руках, а что нужно вот для какое-то специальное оборудование, специальные люди, специальная какая-то, не знаю, профессия буквально получается, вот, ну, у людей, которые работают, нужно ли какое-то медицинское им представление, потому что как обращаться с этим человеком пожилым, то есть что можно, что нельзя, где он может сгибать, какие части тела, или он, может быть, находится вообще в лежачем состоянии, вот как это все тоже решается? В любом случае, конечно, человек, который занимается этим делом, водитель, либо помощник водителя, он должен быть обучен, он должен быть обучен именно на такие моменты, как правильно переложить человека, как правильно человека посадить. процесс это довольно не такой сложный, но довольно-таки трудоемкий, вот именно обучиться всему, и уже зачастую, получается, на интуитивном уровне уже надо понимать, то есть можно садить на человека, можно ли посадить, можно ли положить. В любом случае, по поводу оборудования автомобиля, да, это очень важный такой момент, естественно, автомобиль должен быть оборудован всеми средствами, вспомогательными средствами, это такие, как вот инвалидные коляски, эвакуационные стулья, если человек переводится в лежачем положении, то неприемлемо, допустим, положить его, конечно, на пол. Соответственно, в машине должна быть стационарно, то есть заводом изготовителя, либо официально, официально установлено лежачее место, стационарно закрепленное, сносил, потому что, не дай бог, что такое не будет для того по дороге, чтобы самодельная конструкция куда-нибудь не улетела, да, и человеку не стало этого, не привело к каким-нибудь трагическим последствиям. То есть получается, что машина, на которой перевозят этого человека, это должен быть, ну, грубо говоря, бэтмобиль какой-то, потому что там и должна и коляска, и носилки, то есть, ну, какие-то разные совершенно варианты предусмотрены, что человеку можно, например, завести туда на коляске в кресле, зафиксировать, чтобы он сидел, как в пассажирском кресле, или на носилках, в общем, самые разные варианты. Знаете, в принципе, хороший пример для этого, бэтмобиль, это Германия. Польша, Германия, у них существуют две службы, это полностью оборудование скорая помощь и, кажется, ретунг, ДНС, да, и кранкваген. Вот кранк, как раз он, в принципе, как у нас, или у нас, как у них, да, то есть это пустая машина относительно медикаментов, да, есть кислород, есть носилки, есть, вот как виталий сказал, эвакуационный стульчик, также жесткие, так называемые, носилки, где человеку фиксируется, если какой-то перелом, чтобы его закрессировать и донести до места, до жительства. Соответственно, да, простой микроавтобус, конечно, не может быть, да, то есть это как минимум, как правило, это бывшая, ну, как это называется, у нас бывшая скорая помощь. Если перевозка, естественно, говоря про коляски, да, есть, то в колясках передвигается, ему не нужны такие условия перевозки, ему нужно просто добраться из А в Б, то, конечно, хватает микроавтобуса, который обустроен рампой, фиксацией этого кресла в машине, и, конечно же, на таких машинах тоже передвигается распространенный вариант это Финляндия, Швеция, где такие даже такси, да, не называются, такси, да, инвалидные такси, которые не возят лежачих, они вот перевозят, предоставляют такую услугу, чтобы людям было удобно передвигаться по городу, мероприятия, не оторвать их от общего языка. Ну, вот какие еще, кроме госпитализации, могут быть причины для того, чтобы переезжал такой человек? Ведь это могут быть и самые бытовые, например, причины, ну, не знаю, престарелая бабушка хочет побывать на, не знаю, свадьбе, там, своих правнуков, там, ну, масса, может быть, каких-то поводов, даже не связанных там с болезнью, но просто, вот, скажем, пожилой человек, которому тяжело передвигаться, он хочет тоже быть социализирован, хочет быть, ну, в каких-то, присутствовать на каких-то знаковых событиях. Это, ну, вот, насколько это часто ли востребовано, и стало ли это, ну, какой-то такой нормой, что человек, который ограничен в передвижении, он не вычеркивается из жизни, на нем уже поставлен крест, а он может все-таки продолжать каким-то образом участвовать в жизни своей семьи? Ну, говорите, не обязательно, правильно вы сказали, это не обязательно госпитализация, возвращение после стационара домой, это, скажем, вот, простые примеры, весеннее, осеннее время. В конце весны очень часто случается такое, что мы переводим из квартир, переводим людей на дачу пожить, на все лето, и в конце лета, ближе к осени, так же самое мы отправляем машину за этими же самыми людьми, чтобы с той же самой дачи или хутора вернуть в городскую квартиру. На свадьбу, к сожалению, мы не возили, но на похороны возим. И довольно-таки тоже, к сожалению. Помимо дачи, похорон, свадьбы и так далее, то есть очень много таких моментов, где тоже надо человеку участвовать в социальной жизни. Транспортироваться, да, это, как я сказал, это поездка к врачу, это бывает очень часто перемещение с одной квартиры в другую квартиру. Переезда, это довольно-таки часто. Хотелось бы, конечно, больше возить по веселым мероприятиям, но, к сожалению, наверное, все-таки в связи с состоянием человека, сами понимаете, когда человек, наверное, болеет, больше вот этот настрой уже радоваться жизни и участвовать в каких-то таких веселых мероприятиях, наверное, где-то он затухает. Мы сами знаем, когда мы болеем, наверное, не хочется нам праздника. К сожалению, хотя очень хочется, чтобы было как в фильмах, которые мы смотрим, веселые европейские, наверное, да, можно так назвать их, и где, конечно, у сеньоров тех, у наших довольно-таки, к сожалению, разная жизнь. Там более все-то радужно, там у людей еще осталось желание жить, веселиться, наслаждаться жизнью. Конечно же, это вопрос, наверное, благосостояния и размеры той пенсии, которую получают у нас, получают там, ну, это... Да, я напомню нашим слушателям, что представители компании «Санитары транспорта ДНС», Милур, Юрий Ваченко и Виталий Пасечник у нас на прямой связи, и вы можете задавать вопросы, интересующие вас по телефону 67212-9399-67213-9399, или писать на WhatsApp, номер WhatsApp, по 2-3-0-6-1-9-1. А вот, ведь, наверное, требуется сейчас и периодически подтверждать, например, инвалидность, ездить в эту комиссию в ДЭАК, которая находится в Пардаугове. То есть это тоже могут быть причины, по которым человек, ну, должен появиться, там, предстать перед медкомиссией, чтобы она зафиксировала его, ну, вот состояние. Такие тоже, наверное, поездки, ну, необходимо специальное оборудование. Такие поездки тоже частые, довольно-таки. Если говорить о поездках в Пардаугово, то чаще всего это передвижение идет не для подтверждения инвалидности, а для посещения центра протезирования. То есть примеряют протезы и так далее. Ввиду того, что у нас уже с весны бушует пандемия ковида, как ВДА, как и другие службы, они перешли на удаленную работу, документация вся оформляется дистанционно. Приходит социальный работник, либо, как было, приходит социальный работник, на месте человека оценивает, дальше уже будет. У нас есть звонок с вопросом. Здравствуйте, сделайте, пожалуйста, потеший радиоприемник. Доброе утро. Ну, нет вопросов, потому что немножко знакома у меня дома, два инвалида. Она вообще там почти не двигается, просто служба. Хотел сказать, что самое главное, передача немножко как бы обо всем чуть-чуть, но поблагодарить эту службу, это уже огромная помощь, во-первых, когда сталкиваюсь с этим. Во-вторых, там все очень четко отработано, и самое главное, что информация, некоторые люди у нас не владеют информацией, у нас очень плохо с информацией. Бывает инвалид, ему, может, положена помощь по уходу, люди не знают, а некоторые стощики, раньше никогда не давали ни букет, ничего даже элементарного, это деньгам даже, люди не имеют информации, что они имеют право на что-либо. Автоматически не зачисляют, к сожалению, государство, но лодерничеют. А служба это исключительно, мне очень понравилось в то время, и я благодарен, главное, они информации побольше, потому что это очень помогает. И замечания по поводу инвалидов, они сейчас, именно инвалидность не надо, в принципе, сдать документы, сдать молодкий бой родственников, продолжение подседления. Единственное, первый раз, возможно, да, когда получение инвалидности. Они вот здесь это объяснили, может, депротезирование, да. Тогда, если только замер конкретный они привозят, а так, эти документы тоже можно подать и любой там родственник, сын, член семьи, в этом плане немножко стало проще, если государство хорошие полиции будет. А служба просто гигантская, им спасибо. Это у вас такая, как бы мужская передача будет, но в самом деле, это помощь неоценимая в наше время. И машина у них довольно неплохо сделана, рамка есть, в любом случае, человек закатывается туда без всяких последствий, не то, что как раньше было, коляску поднимали, мужчины сзади там засовывали, было, конечно, ужасно. В этом плане просто благодарность выхода из хоккалатуры. Спасибо, спасибо большое. Спасибо вам на добром слове. Да, ведь мы говорим о том, что не всегда инвалидность связана, но с какими-то физическими увечьями. Иногда это бывает впоследствии инсульта, бывают уже связаны с возрастом, какие-то с возрастными изменениями, и могут быть совершенно разные причины. То есть здесь, не дай бог, конечно, вот когда люди сталкиваются с этим, но это вот какая-то вот такая печальная реальность жизни, что, ну вот рано или поздно, наверное, люди периодически сталкиваются с тем, что их близкие родственники становятся такими беспомощными. Ну вот, а много ли действительно у нас сейчас мест оборудовано для инвалидов? То есть я имею в виду, что вот люди с физическими ограничениями, могут ли они все-таки посещать, ну какие-то или массовые мероприятия, то есть выезжать вот на какие-то радостные праздники, потому что я был свидетелем, я видел, когда на концертах или каких-то спектаклях оставляют сейчас даже специальный, ну, проход, место, где, ну, в инвалидных колясках люди вот как раз, они не усаживаются на стуле, а их просто завозят в зал, и специальный ряд оставлен для того, чтобы можно было их расставить, и люди могли, например, посидеть или концерт, или спектакль, то же самое в кинотеатрах, там специально оборудованные пандусы, там, в принципе, сейчас, ну, делается больше для этого. Вот насколько часто пользуются такой службой по таким радостным поводам? К сожалению, очень нечасто. Ввиду, не знаю, могу предположить, ввиду, скорее всего, наверное, какой-то ментальности человека, что зачастую, вот это именно относится к пожилым людям, да, если я инвалид, если у меня ограничены какие-то возможности и продвижения, как Юрий уже перед этим сказал, не хотят они посещать никакие мероприятия, если говорят о людей более молодого возраста, которые оказались в кресле, видят травмы каких-то других причин, да, они активно посещают, это не может не радовать, я сам несколько раз был свидетелем, и видел своими глазами, что и концертные залы, и кинотеатры, и какие-то открытые площадки для концертов, они оборудованы, предусмотрены для людей с ограниченными возможностями, это не может не радовать, на самом деле, мы идем большими шагами вперед для того, чтобы люди с ограниченными возможностями были социальными, социально активными, радовались жизни, не сидели, не смотрели потолок, думали, насколько все плохо, позабыто и позаброшено, нет, 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 все у нас к этому идет для того, чтобы люди были социально активны, но это больше относится к людям молодого поколения, более пожилые люди, естественно, очень редко посещают какие-то населительные мероприятия. Вот мы сейчас подошли к вопросу, в принципе, мы и начинали, то, что сейчас началась эпидемия ковида, вот чрезвычайная ситуация, насколько вот службы, которые, я понимаю, что не только ваше есть большое количество других компаний, которые предоставляют аналогичные услуги, вот насколько они стали безопасными, учитывая все-таки, что люди, которых перевозят, это в основном пожилые люди, это группа риска, для них любая опасность заболеть, это очень и очень действительно, может быть, травматичным, и более того, если они заражают, в свою очередь, этих работников перевозки, те могут переносить дальше, передавать эту заразу уже дальше. Вот насколько, вы рассказали о том, как у вас соблюдается безопасность, вот насколько в других компаниях, насколько вот эта проблема может оказаться политической? Добавлю, наверное, знаете, Олег, мы не можем комментировать, естественно, было бы это корректно, работу других частных компаний по данному вопросу, мы можем надеяться, конечно, что они соблюдают все меры предосторожности, соответственно, те компании, которые заключили договора с какими-то самоуправлениями, больницами, я больше чем уверен, у них есть рекомендации, водные линии, именно госучреждения, как они должны работать, и я думаю, они контролируются все. в какой-то степени, потому что они обслуживают клиента таких социальных суд, больницы перевозят, и будем надеяться, конечно, что все подходят к этому соответственно. Вот с чем мы столкнулись, скажем, были выпущены рекомендации по перевозке, ну, к примеру, ковид-больных, которые оказались, к примеру, в больницу, призвала скорая помощь с осложнениями, их выписывают, тянув, к примеру, неделю, но еще положительные. Активные еще вирусы. Мы даже вступили в дискуссию, потому что на данный момент есть такое понятие, как требования к транспортному средству, нет особых требований к транспортному средству. Тут же, если есть перегородка в машине, то тогда водитель должен быть обеспечен за защитное масло. Ну, и всякие разные, не будем сейчас углубляться, параметры, да. Мы, когда разрабатывали свою линию, вад-линию, да, по перевозке и защите клиентов, мы больше, конечно, ориентировались на ВОЗ, на организацию, здравоохранение и по практике других стран. Ну, и, наверное, немножечко мы используем и все-таки у нас еще присутствуют здравоохранения. Поэтому, конечно, обязательно, ну, по крайней мере, что мы предоставляем, будем говорить о нас, да, что мы предоставляем, у нас машины, которые занимаются перевозкой проеда, в принципе, это отдельные машины. У нас несколько автомобилей в автопарке, соответственно, мы выделили отдельные транспортные средства, единицы, которые именно сделаны с перегородкой, что они, в принципе, мы больше говорим сейчас о защите водителя. Плюс, машины внутри, они из пластика, оборудованы, пластиковые стены, которые легко чистят, потому что после каждой перевозки машина проходит дезинфекцию. Соответственно, как в правилах написано, что можно везти на обычной, что в машине с плюн, с салфеточкой, да, сразу, конечно, много вопросов, человек кашляет, наверное, не на салфеточку, которая под собой, а, наверное, на стеночку. Стенка тканевая, ну, наверное, такая бытовая больше, то есть, как вот почистить, что легче, пластик или диван? Такой вопрос. И плюс, ну, мне кажется, никто не задумывался, может быть, задумывался, но куда салфеточка потом попадает? Вот на ней человек проехал, насколько она заразна, не заразна, ну, не нам судить, наверное, и директорологам, которые писали, ну, скажем, в нашей компании зачем договор на утилизаторе? Куда другие компании эти салфеточки пропадают? Пропадают или мусорник, или они тоже в специальных боксах хранятся и утилизируются? Это я тоже не знаю. Но статистика, наверное, показывает на сегодняшний день, что мы все-таки, наверное, наше общество немножечко недооценивает. Есть статистика, что он стал слабее, пожилые люди сейчас как будто бы меньше болеют даже, ну, по крайней мере, болеют, может быть, так же, но что мы видим, домой, слава Богу, они возвращаются. То есть довольно-таки большое количество наших клиентов, которых мы перевозим, это плюс 60 лет. И, слава Богу, мы очень рады, когда есть заказ на такую перевозку, именно пожилой человек, он едет домой, и это не может не радовать. Ну, сейчас, к сожалению, молодые стали люди очень болеть. Поэтому, ну, трудно сказать. Мы отослали министерство здравоохранения свою разработку, рекомендацию, получили... Не министерство, а центр по контролю... А, центр по контролю... Да, да, отправили мы. Ну, вот нам ответили, что наша рекомендация хорошая. Нам ее разрешили использовать. Мы ее используем. Можем сказать, у нас одобрена рекомендация, но мы ее используем. Ну, то есть, можно сказать, что это тоже, видите, большая проблема, потому что человек, которого диагностировал, он может себя плохо чувствовать, он только едет сдавать анализ. То есть, болен он или нет, непонятно, но с другой стороны, вот люди не знают, как, например, добираться до лаборатории, где сдавать анализ, ну, и на чем возвращаться. Многие просто вызывают такси, есть люди, которые там чуть ли не едут на общественном транспорте, хотя они уже вот, ну, потенциальные, потенциально зараженные. То есть, для этого существуют специальные транспорты, опять-таки, то есть, я понимаю, что ваша компания предоставляет такие услуги. Это безопасная перевозка, ну, это для общества, как раз таки, да. Да, 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 именно так, как Юрий сказал, у нас имеются транспортные единицы, которые полностью соответствуют перевозке не только COVID-больных, а в априори людей, которые были инфекционно больные. Данный транспорт, наш транспорт, абсолютно безопасен для окружающих, абсолютно безопасен для нашего персонала и люди, которые пользуются именно нашим транспортом для того, чтобы попасть на анализы, либо вернуться из той же больницы домой, это, в первую очередь, это ответственные люди, которые думают не только о себе, о своем здоровье, но думают о том, как не заразить других. То есть, не поехав в общественном транспорте, хорошо, если в масле, зачастую без ног. Там большая проблема именно с ответственностью. Никто не запрещает и самоизоляция, если не ошибаюсь, там один из пунктов есть, что человек в безвыходной ситуации может пойти в магазин, если ему некому доставить, соблюдая дистанцию с перчатками, маской, он может выходить. Соответственно, на анализы, как Виталий сказал, как проконтролировать, и человек, на самом деле, может быть, даже не подозревает, что он в СРНЕ живет, бессимптомный, проходящий, да, у него нету, у меня уже есть, у нас нету. Поэтому, отходя в сторону, мы сейчас стали, как уже вторую неделю, использовать экспресс-тест и для себя, и для водителей, и пенсионателей, ну, для себя, потому что ждать в очереди или куда-то идти, это довольно-таки накладно. Поэтому мы контролируем свое состояние и наше. Ну, и вызвать вашу службу можно, как обычное, получается, такси, или как это происходит? То есть, зависит стоимость поездки от расстояния, от времени, там, есть ли какие-то, ну, все эти нюансы? Нюансы есть, но, скажем так, по городам у нас стандартно фиксированные цены, естественно, влияет, 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 на какой этаж надо поднимать человека, сколько человек весит, потому что человек может весить 70 килограмм, которые легко поднять, бывают зачастую, которые люди весят за 200, или около 200. Естественно, это уже надо будет тогда вызывать дополнительную бригаду, потому что два человека, стандарт экипажа, это два человека могут поднять, Естественно, два человека, человека, который ближе к 200, поднять не может. Если, говоря, по транспортировке за город, неважно, Рига, Елгова, Юрмала, то есть, если транспортируют по Европе тоже, естественно, идет тогда уже ставка за километром. Дальше едешь, Десявле получается, как в любых компаниях. Ну, честно скажу, вложа руку на сердце, были случаи у нас, что мы не брали деньги, если, ну, это редкие случаи, не наша функция, это все-таки функция государства, но, бывает, смотришь на человека, реально понимаешь, когда водитель его с помощником заносит домой, ну, о каких деньгах, в общем-то, или по соседям отдалкивают, или на самом деле мы видим такую ситуацию, что там кушать не очень. Это редкие случаи, но руку на сердце, да, бывает, что мы, ну, давайте назовем это благотворительностью, а мне тяжело, это иногда сделать, ну, и по телефону бывает, бывает, наоборот, случаи, когда говорят, да, да, приезжайте, и в наглую говорят, а денег у меня нет. Было последний случай с коронавирусом, везли человека в Риге, это было, с одной больницы забрали, он оказался дальнобойщиком третьей страны, иностранец, да, он вышел с машины и водитель говорит, ну, вот цена такая, он говорит, а я считаю, это дешевле, но в отцепках, говоря, и ушел. Так тоже бывает. Да, но получается, что вы можете возить не только по городу, эта услуга оказывается и в других городах Латвии, то есть вот сейчас просто у нас слышат, ну, за пределами Рижского района, то есть можно к вам обращаться, и эта перевозка даже между городами тоже осуществляется, то есть это не только внутри города. Я скажу, больше это между странами. Соответственно, база у нас находится в Елгаве, и большую часть, конечно, мы обхожем от Арига, Елгавский район, и в принципе мы возим далку, то сразу заказывают, и в большинстве случаев мы применяем тарификацию, мы не берем от места дислокация машины, мы берем от точки заказа до точки доставки человека. тем самым все-таки мы немножечко разгружаем финансовую человеку, нагрузку снимаем, потому что если брать как полагается, наверное, так можно и говорить. Все-таки, наверное, ближе к тому, что для нас первое слово это социальность, да, то есть это первое слово. Бизнес, это в конце. Если бы мы хотели вот так вот все, конечно, нам хочется, чтобы машины были красивее, они были более оборудованные, и вот так вот, как где-то, где-то тут недалеко, чтобы было так же у нас все красиво, так не получается, но мы очень, очень следим за техникой, за всем, то есть все, все вкладываем обратно, да, можем, можем обозваться социальным предприятием, то есть мы все обратно вкладываем, потому что очень хочется, чтобы были те же самые отзывы от людей, им было приятно, в машине были тепло, сухо, как бывает, практика показывалась, и комфортно, да, чтобы было хорошо, я вот, человек не чувствовал себя, знаете, как, принято говорить, мешком картошки, да, который валяется в багажнике, а все было, на самом деле, на уровне, были позитивные эмоции, а не было ощущения, что он больной, человек, какой-то непонятный скоропомощь, и вот, печально, то есть нет, мы все-таки стараемся, чтобы от поездки было удовольствие. Да, и здесь нужна какая-то и психологическая, иногда, помощь человеку, потому что, ну, он может быть в депрессии, может быть, ну, после, я не знаю, в первый раз увидел за долгое время людей, с которыми он может пообщаться, потому что он сидел один в квартире. Когда мы вот с Виталией сами ездили, поначалу, сейчас мы тоже периодически это делаем, когда нехватка какая-то есть, вот, очень хорошо Виталия получается, практически все время находится, но помощник у нас, он не сидит, как правило, рядом с водителем, он сидит рядом с клиентом, потому что захочет человек жарко, холодно, подать сумочку или что-то, естественно, это разговор, потому что бывает, человек в больнице долго находится, а это бывает месяц, да, он уже, образно, как вы сказали, вот 1 декабря, снег выходит, и растаял уже, а человек этого даже не видел всего, конечно, ему интересно посмотреть в окно, поспрашивать, новости какие-то, узнать, это неотъемлемая часть, потому что если он будет молча ехать сзади, как сказал, депрессия будет усугубляться, зачастую надо и шуточку какую-нибудь, и подбодрить, и рассказать, и по выписке, человек выписывается из больницы, получает выписку, и естественно, врачи медсестры в больнице эту выписку разъясняют, но все равно общение-то нужно человеку, в процессе транспортировки домой тоже хочется поговорить, и вот спрашивают, а что, а куда, вот берешь эту выписку и начинаешь, вот им говорить, вот идите к семейному врачу, отдайте семейному врачу, согласно выписке, он там выпишет, прочитает рекомендации, все и выпишет, или вот так садитесь, или к социальному работе, включите, а бывает даже в некотором балкноте какой-то дыру, что-то закушать. Спасибо вам. То есть и такого рода нужна помощь. Уже, наверное, вот под занавес нашей программы тоже, мне кажется, очень важный вопрос, ведь это еще и социал-изденность, который вы возглавляете в АУЦе. Сейчас из-за коронавируса во всех, наверное, такого рода учреждениях для пожилых людей введен карантин. Как это, ну вот как, во-первых, соблюдается безопасность людей, обеспечивается пожилых людей, которые вот в группе риска, и как все-таки решается вопрос, я понимаю, если ограничен доступ родственников, они не чувствуют ли себя оторванными, забытыми, несчастными? Ну, я думаю, честно вам сказав, по версии родственников большинства, да. У нас немножечко версия другая. Все-таки здесь нужно очень, вот эту грань, не переборщить с каким-то тюремним режимом, да, ограничения. У нас на данный момент мы ввели карантин до объявления, в принципе, в Латвии его официально, и первой волны. Мы ввели за месяц. Так получилось, что мы начали читать эти сводки, была заражаемость. Многие родственники, которые у нас находятся, мамы, папы, бабушки, дедушки, они приезжают с Европы, работают. Соответственно, поднялся вопрос, и мы ограничили этот доступ. Люди, они гуляют. Нет такого, что вот закрыли, я знаю, какие-то были вопросы, поднимались где-то в латвийских пансионатах, не знаю подробности, да, что вот люди там закрыты. Может быть, это со стороны кажется, но люди все равно гуляют, они ходят. Просто они гуляют уже не по городу, да, то есть они уже ходят на прилежащей территории. Сейчас у нас сидят все время, ну, дежурный, сторож, назовем, который это все контролирует, чтобы не было контакта, кто-то подошел, что-то, какое-то общение. Когда мы снимали карантин в промежутках между волн, то все равно было у нас посещение по записи, при соблюдении дистанции. Ну, все-таки надо стараться, чем больше ты хотя бы стараешься, ну, хоть половина из этого получается, да, если вот пустить на поток, тогда, к сожалению, ничего не будет. На сегодняшний день у нас все спокойно. Дерево. Все спокойно. Также существует общение, мы вот пытались все время ввести видеозвонки, как бы родственники с удовольствием, а вот люди как-то или вот они говорят, а что мне это даст? Я хочу вживую общаться. Также у нас были, приезжали, мы предлагаем, ну, вот со второго этажа с балкона пообщаться, ничего страшного быть не может. Может быть, кто-то скажет, ну, что вы там вот совсем. Ну, все-таки мы взяли эту миссию на себя заботить этих людей, обеспечить им безопасное существование у нас, и мы будем любой ценой это добиваться. В плане посылок всего, все, пожалуйста, люди приезжают, оставляют посылок, они у нас уже отсутствие дезинфицируются, да, мы потом передаем, по почте приходят посылки. То есть, все это общение происходит, телефонная связь все работает, ничего такого нет, чтобы люди там заперти. Да, единственное, конечно, им сейчас неудобно, ну, в магазин не сходить. Не сказать, что в наших случаях, что там очень много в полу сходят, все-таки люди с инвалидностью есть, но им это каждую неделю состоится список, им это все приносится. Конечно, людям хочется, знаете, вот эта социализация, эти навыки, в магазин сходить, в очереди, поставить, какое-то общение, конечно. Ну, к сожалению, надо чуть-чуть потерпеть, мы все-таки надеемся, что в следующий год может быть станет все-таки легче. Скачаем версию без версии. Да, Касперский сможет нам помочь, и тогда мы сможем вернуть людей и нас принесли в обычный ритм жизни, хотя, наверное, уже прошлого уже не вернусь, все-таки будут какие-то свои ограничения. это... Хотя, у нас карантин каждый год приходит время гриппа, мы вводим все же самое. Назовем, что этот карантин у нас просто затянут. Ну, что же, на самом деле, вот у нас время завершилось с нашего разговора. Я напомню, что представители компании санитаро-транспорта Дэнас Милур, Юрий Ваченко и Виталий Пасечник с нами были на прямой связи, и спасибо вам за вашу работу. Надеемся, что для наших слушателей, вот если вдруг окажется необходимость обратиться, они будут теперь знать, хотя бы прогуглят, найдут контакты и смогут воспользоваться теми услугами, которые вы предоставляете. Удачи вам, здоровья и успехов. Спасибо. Спасибо вам тоже. До свидания.